Медиагруппа Авангард представляет Итак, первый кейс. Ипотечный банк в определенный период стал терять клиентов. То есть клиенты стали переходить, причем в определенный конкретный банк. Банк потратил определенное время, достаточно большое, много ресурсов и таки нашел утечку своих клиентских данных. Как сам предположил банк, впоследствии который стал нашим заказчиком, что кто-то передал базу, слил и по этой базе совершили обзвон клиентов, предлагали более выгодные условия, более низкий процент ипотечного кредитования и клиент приходил в другой банк. Когда мы уже подружились с этим заказчиком, он сказал, мне этих прецедентов больше не хотелось бы наблюдать, помогите нам. Сделайте так, чтобы мы могли оперативно реагировать на подобные утечки, то есть на утечки этих самых данных у клиентов. Давайте разберемся, что это были за утечки, что за задачу нам пришлось решить. Заказчик продемонстрировал утечку, это буквально данные приведены, которые пример утечки, это фамилия, имя, номер телефона и ставка по кредиту. Перс данные? Да, перс данные. В чем же проблема этих персональных данных? Вы знаете, дело в том, что все вот эти данные, что фамилия, имя, что телефон и кредитная ставка, это все именованные данные. Они очень плохо поддаются классификации. Чтобы контролировать всех клиентов, ты же не создашь под каждого регулярное выражение, которое будет фиксировать эту комбинацию фамилии, имени, номера телефона и процентной ставки. Эти словари тоже какие-то не перечислишь все, учитывая специфику банка, у которой 7 миллионов клиентов, это вообще просто невозможно. Ты же 7 миллионов регулярок не создашь, которые бы эту структуру учитывали. Казалось бы, такая базовая задача контроль утечек, связанная с такими персональными данными, но классические технологии DLP ее не решают. То есть нерегулярные выражения, ни поиск по словарям, ни цифровые отпечатки эту задачу вам не помогут решить, потому что данные здесь не классифицируемые, они именованные. Также у заказчика было требование, вы нам, пожалуйста, сделайте так, чтобы мы на утечку реагировали в течение буквально нескольких минут. Никаких там отложенных постобработок, индексаций долгих, нам это не подходит. То есть мы хотим быстро реагировать и применять какие-то меры, естественно, к источнику утечки. Если вот так посмотреть на эти входящие данные, повторяю, большой объем данных, 7 миллионов клиентов, неклассифицируемые данные, которые не решаются классическими технологиями DLP, и опять же все эти данные живые. База клиентов обновляется, добавляется, актуализируется и так далее. То есть как-то один раз конфигурировав эту систему, не получится отслеживать актуальные данные. Задача, казалось бы, нерешаемая, но у нас есть уникальная технология на рынке, называется она детектор выгрузок БДМ. Я вам расскажу, в чем ее суть. Вы скармливаете DLP-системе отпечаток базы данных, и потом любое упоминание из этой клиентской базы, там любое, там фамилия, имя, комбинации, как вы зададите, там можно задавать критерии, то есть, например, фамилия, имя и телефон, фамилия, имя и номер паспорта, или там имя и телефон, то есть любой из критериев вот этих комбинаций именованных данных встретится там в сообщении, на фейсбуке кто-то написал, просто в почте отправил, скопировал там фрагмент на флешку, неважно, любое даже единичное упоминание будет помечено системой, как фрагмент клиентской базы данных. Теперь вопрос актуализации, да, это инструментарий, эта технология обладает таким API, который позволяет интегрировать ее, например, с CRM, и постоянно вот эти клиентские данные держать в актуальном состоянии. Уже разработана интеграция с SIP, то есть она есть уже, то есть готовая, не нужно ее там дополнительно дорабатывать, ее можно использовать для как раз вот таких базовых вещей, как поставщики, клиенты, номенклатуры и так далее, для защиты этих данных. Важный момент, что когда эти данные попадают в трафик монитора, они абсолютно нечитабельные, даже если представим себе невозможный кейс, администратор воспользуется какими-то правами и попытается посмотреть, что же там хранится в DLP-системе, он не сможет это сделать, потому что данные все там уже в виде хэшей, они нечитабельные. То есть никакого злоупотребления со стороны сотрудников, которые обслуживают DLP-систему, не может быть, тоже важный момент. Все абсолютно алгоритмы данной технологии запатентованы, и алгоритмы индексации, и поиска по этому отпечатку, и алгоритмы вот этой вот постфильтрации, когда мы по критериям, каким-то комбинациям вот этих именованных данных, фамилии, имя, номера телефонов и так далее сможем отобрать. И очень важный аспект, вот здесь такое красивое изречение, что одно сокращение сердечной мышцы длится одну десятую секунды. Столько же надо этой технологии, чтобы в 10-миллионном отпечатке найти совпадение хотя бы одной строчки. Причем это важный момент, это максимальное время. Вот, например, Александр и мой e-mail, это реально нужно одну десятую секунду, чтобы в 10-миллионном отпечатке баз данных клиентов отыскать такую запись. То есть это очень производительная технология. Какой вывод из всего этого сделать можно? Какую рекомендацию, да, то есть проверяйте те технологии, которые защищают ваши персональные данные, ваши критичные данные. Казалось бы, такая базовая вещь, как перс данные, но классическими технологиями DLP на рынке оно не решается, не решается качественно, по крайней мере. Это важный момент. Также ваше решение, ваша DLP-система должна быть интегрирована в бизнес-среду. В данном случае я отсылаюсь к тому, что если вы защищаете перс данные, они должны быть постоянно актуализироваться с той системы, где эти перс данные живут, где они хранятся. То есть один раз сконфигурировать, настроить не получится. Ни отпечатками, ни словарями, ни регулярными выражениями. Второй кейс такой, скажем, экзотический. Этот заказчик у нас находится в Малайзии. И он попросил нас сделать технологию, которая бы выявляла даже не просто сканы удостоверения гражданина Малайзии, так называемый майкат, но и даже фотографии. То есть когда кто-то в руках сфотографировал это удостоверение. Сейчас будет наглядный слайд, все будет понятно. Вот такая чудная женщина держит удостоверение майкат в руках. Вот она говорит, нам нужно, чтобы вот такие фотографии кто-то фотографировал, передавал данные о гражданах Малайзии, чтобы вы это смогли выявлять. Мы сделали, мы решили эту задачу. Эта технология основана на тех же технологиях, которые используются у нас для российских банков, для детектирования сканов и фотографий паспортов и фотографий кредитных карт. Почему я подчеркиваю фотографии? И здесь вот на слайде. Вот эта технология выявляет даже не тогда, когда паспорт или кредитная карта или удостоверение майкат очень ровно отсканировано, правильно пропорции. А это значит, разворот паспорта может не до конца развернут быть, блики от сканирования, преламинирования, плохой текст, то есть я намекаю на то, что OCR здесь не поможет. Именно выявление фотографий таких документов. Давайте разберемся, на каких же технологиях, на каких принципах работают эти все три кейса. Первая технология у нас есть такая замечательная вещь, как графический классификатор. На нем работает наша технология по детектированию паспортов. Что это такое? Вы можете взять коллекцию каких-нибудь изображений, скормить ее системой, и потом система будет отлавливать фотографии или изображения, схожие с этим. Вот в стандартной поставке у нас это детектор паспортов. Наши заказчики, немножко так отвлечемся в сторону, для примера, эту же технологию используют, например, для выявления изображений формул органической химии, там для реагентов нужно определенных для производства, то есть когда вот эти все СОН и так далее. Другой заказчик использует для выявления сканов, карт, фотографий, георазведки, чтобы не утекали. То есть когда идет георазведка по добыче полезных ископаемых, вот они озаботились, что у них были уже прецеденты утечки. То есть обучили классификатор, чтобы он определенный тип изображений, подчеркиваю, опять же, фотографии, может быть, с экрана, может быть, человек еще как-то это сделал, детектировалось. Повторюсь, используется в нашем детекторе паспортов, поэтому отлавливается не просто аккуратный такой вылизанный скан, но и любая фотография в руках. Далее, есть технология картинка в картинке. Используется у нас для детектора кредитных карт, позволяет находить, опять же, на фотографиях, даже если картинка наклонена, там, затемнена и так далее. То есть не обязательно, опять же, это не про сканы. И детектор лица. Используется вот в MyCAD и в паспортах. Это отдельная технология, которая позволяет на документах, на сканах, на фотографиях находить лица. Это и отдельная технология используется, когда нужно защищать какие-то анкеты, и для снижения ложноположительных срабатываний. Благодаря этому постфильтру детектора лица у нас детектирование паспорта, ну, там, не знаю, с нулевыми ложноположительными срабатываниями. Это дополнительная технология. Как вы понимаете, все эти технологии служат для защиты именно сканов документов, фотографий, сканов и так далее. Есть еще также две дополнительные, они уже не связаны со сканами ни MyCAD, ни паспортов. Это возможность выявлять конкретную печать на скане документа, даже если на ней там что-то сверху написано, напечатано, текст какой-то. И еще такая экзотическая вещь, в случае зрения рынка, это детектор заполненных от руки анкет. То есть, естественно, рукописный текст не распознается, но скан, что заполнен определенный экземпляр анкеты с определенными полями, он определяет. И как итог, все эти технологии можно комбинировать и, например, определять, отыскивать в трафике сканы конкретных анкет, заверенных печатью. То есть, это именно анализ изображений. Какой вывод можно из этого сделать, то есть, какую рекомендацию? 100% организации имеют смешанный документоборот. Нету таких организаций, у которых был бы только электронный текст, только конфиденциальная информация, присоединенная в электронном виде. Все имеют договора, заявления с печатини, сканы паспортов, если речь об обработке клиентских данных, водительские удостоверения и так далее. Естественная рекомендация. Проверяйте ваши решения, вашу DLP-систему на то, что она эффективно защищает, в том числе и графические изображения, связанные с вашим таким бумажным документоборотом. Важный аспект. Тоже некая такая экзотика. Представительство Российского банка в арабской стране. Ну, скажем так, это не филиал, а, скорее, правильнее сказать, дочерняя организация, которая работает на рынке ценных бумаг. От них поступила задача. Нам нужно в переписке, в документобороте выявлять инсайдерскую информацию, связанную там с эмитентами, с биржами, с ценными бумагами, с акциями и так далее. Мы хотим это видеть. Есть, как в том анекдоте, есть нюанс. Вы понимаете, что здесь написано? Я вот тоже нет. Да, да. Но трафик-монитор не подсказывает, что здесь написано, во-первых, мультиязычность, первое слово, а второе, переписка на английском и арабском языке. То есть заказчик запросил у нас, чтобы вся эта инсайдерская информация контролировалась на этом языке. Ну, ну, то есть это, понимаете, сам по себе уже такой лингвистический вызов, да, арабский язык, так еще это. Мы сказали, хорошо, окей, сделаем поддержку арабского языка, дайте нам, пожалуйста, коллекцию документов какую-то, мы сможем составить, настроить наши технологии, словари и так далее, вы будете эффективно защищать, контролировать инсайдерскую информацию. А заказчик такой, а нет коллекции документов. Вот есть вот парочка договоров и два письма. Мы говорим, в смысле? Ну вот вы нам сделаете такую, так настроите ваши технологии, чтобы вообще тематику переписки отлавливалась. То есть не какой-то там документ конкретно, а тематику переписки. И вообще мы хотим контролировать входящие документы, реагировать на входящие документы, которые нам до этого неизвестны, но имеют, собственно говоря, инсайдерскую тематику. То есть мы хотим просто вот буквально чуть ли не прямую речь там контролировать переписку общения, да. Ладно, хорошо, мы приняли эти входящие данные. И что сделали? Ну, во-первых, поддержали арабский язык. Немножко о возможностях тогда продукта. У нас сейчас поддержано 18 языков с морфологией, где учитывается вся особенность языка. И для каждого, для справки, для каждого этого языка разработано специализированное банковское отраслевое решение. Вот, как вы видите, там справа перечислены все особенности. Инсайдеры, валютные операции и так далее. Всего у нас таких отраслевых решений 289 категорий разных, да. Ну, в том числе и банковские. Важный момент, тут немного про технологии, но я просто вынужден углубиться. У нас определяется тематика переписки с учетом транслитерации, морфологии, опечаток и так далее, с использованием алгоритмов TF-IDF. Это где для каждого слова, для каждого термина определяется индивидуальный вес. И принципы косинусового сходства. Почему я хочу это подчеркнуть? Дело в том, что вот именно такой подход позволяет не копии документов выявлять, не какие-то фрагменты, а именно тематику переписки. Даже если она разряжена, нету там характеристических терминов, каких-то конкретных стоп-слов и так далее. Все равно мы с определенной, учитывая определенные особенности языка и отрасли, можем это вычислить. И последний, тут четвертый пункт на слайде. У нас бывают такие сценарии, такие заказчики, которые наших доблестных лингвистов не допускают к своему документообороту ни при каких условиях. Ну, такая очень конфиденциальная информация. Конечно, это чаще всего распространено в оборонно-промышленном комплексе, в предприятиях, работающих с Густайной. Для этого у нас есть робот, называется он автолингвист. Он может заменить живого человека, ему скармливаешь коллекцию документов, чем, естественно, больше документов, тем лучше. И он выдает тебе отраслевое решение, которое отражает специфику этой отрасли. То есть такое автоматизированное решение. Силовые структуры наши заказчики его с удовольствием используют. Какой вывод можно сделать из этого кейса? Не доверяйте простой лингвистике, основанной просто на стоп-словах и на каком-то оценке повторяющихся терминов. Используйте отраслевые решения, которые разработаны профессиональными лингвистами, которые учитывают и саму отрасль, и особенности языка, на котором идет переписка. Один из крупнейших банков имеет очень сложную инфраструктуру, несколько сетевых сегментов, несколько контуров. Есть закрытый контур, где функционируют критичные для банка системы, там АБС, обрабатывается особо важная конфиденциальная информация. Есть, скажем так, условно открытый контур, где работает большое количество сотрудников, есть доступ к интернету и так далее. Задача – заблокировать документ определенной тематики, связанный с техническим описанием систем. Каким образом? Вот есть рабочее место у сотрудника в открытом контуре. Он садится за это рабочее место. Если ему нужно поработать с критической для банка системой, он подключается через терминальное соединение Citrix и работает с этой системой. Кейс такой. Данные между его рабочим местом и терминальным соединением должны свободно передвигаться, но только не описание, не регламенты функционирования этих систем. То есть блокировать определенные документы. Какие особенности? Блокировать только конфиденциальную информацию. Все, повторюсь, все файлы любой другой категории должны беспрепятственно передвигаться между рабочим местом сотрудника и терминальным соединением. И очень важный момент выданил нам заказчик – никаких ложноположительных срабатываний, не больше одного процента. То есть, чтобы не влияло на работу сотрудников, они не раздражались, не прерывались в бизнес-процессе. Дело в том, что четыре года назад мы реализовали блокировку практически подавляющего числа каналов по результатам анализа. И сейчас будет отсылка к предыдущему кейсу. Я вот упоминал там 289 категорий отраслевых решений. Все эти отраслевые решения работают также на агенте, позволяют блокировать конфиденциальную информацию при передвижении между сетевыми папками рабочей станции, между терминальными соединениями, по почте, через интернет и так далее. А что я хочу сказать? Вот всю ту мощь лингвистической машины, которая была реализована ранее просто в виде шлюзового перехвата, была перенесена на агента. Даже если вы едете в командировку, залезете под одеяло с корпоративным ноутбуком, пытаясь скопировать на флешку какой-то конфиденциальный документ, это будет заблокировано. Опять же, подчеркну, работает та же самая лингвистика, позволяющая определять все тонкости тематики отраслевой. То есть это опять не стоп-слова, не какие-то словари, это полноценная лингвистика. Ну и какой вывод? Вывод здесь, конечно, очень простой. DLP-система без блокировки – это DLP без P. То есть это просто дата лиджи. Никакого превеншен тут речи не может идти. Проверяйте ваше решение, смотрите, может ли она реально решать утилитарную задачу по блокировке конфиденциальной информации. Ну, как в моем кейсе, это передвижение из закрытого банковского контура в открытый сегмент. Ну и такой вот нюанс, я буду подчеркивать, что если блокировка используется без полноценной лингвистики, то это может приводить к ложноположительным срабатываемым и нарушениям бизнес-процессов. Следующий, пятый кейс. Цифровой банк – наш заказчик, который акцентируется, скажем так, на дистанционном обслуживании предпринимателей и юридических лиц. Внедрил у себя такой сервис, мессенджер, сейчас распространено в мобильном банке, ну, который, скажем так, не такой чат-бот, который какие-то простые вопросы отвечает, это прям полноценная поддержка с таким живым человеком диалоги, обсуждение каких-то вопросов финансов, не только связанных со счетами и так далее, потому что сейчас многие банки, они оказывают такие, знаете, и управление налогообложением, и там какими-то финансовыми площадками, поэтому это такой живой человек, который ведет диалог с представителями юридического лица, такая больше служба поддержки, нежели чат. И вот, собственно говоря, этот цифровой банк с учетом своей распределенной инфраструктуры обозначает, что он считает, что вот этот вот мессенджер, вот это вот средство для оказания поддержки клиентов – еще один канал утечки. То есть, может быть, оператор возьмет и по ошибке что-то отправит через этот мессенджер клиента, не ту информацию, либо что-то перепутает, да, в принципе, кейс понятен. Давайте разберемся в его нюансах, да, в подробностях, что в этом такого. Есть вот в этом всем сценарии такая сложность. Вот этот канал коммуникации дистанционного банковского обслуживания, он обычно защищен сертификатами, туда очень трудно для перехвата врезаться в инфраструктуру. То есть агентов на операторские машины не поставишь, никакие подмены сертификатов, ничего не сделаешь. Ну, это регламент эксплуатации данной службы запрещает. Что делать? Это первый момент. Второй. Заказчик изъявил такое желание, мы вот хотим вот эти чаты, вот этот диалог со службой поддержки контролировать с учетом бизнес-логики этой службы поддержки. То есть, кто был оператор, проводить расследование, кто был оператор, номер смены, геопозицию оператора в этот момент, когда он отвечал, геопозицию клиента, когда он отвечал, ну, то есть, в избежание каких-то злоупотреблений. Мы хотим видеть полную картину, то есть, те атрибуты, которые не свойственны, в принципе, для событий чатов, там, стандартных, телеграмм, еще чего-то. Вот. Второй аспект. И третий аспект организационный тоже добавил нам сложности, да и любому заказчику, да и любому вендору добавят сложности. Мы сами с разработчиком этой службы поддержки этого чата сами будем производить внедрение. То есть, мы сами будем развивать эту интеграцию без вашего участия, с третьим лицом. И мы требуем, мы хотим, чтобы все это поддерживалось. То есть, от выпуска к вы, там, после обновления вашей системы, чтобы эта данная интеграция продолжала работать такая. Самостоятельно хочется развивать, банк амбициозный. Сами будем развивать, сами будем поддерживать. Как мы в данном случае ответили заказчику на все его, на вот эти запросы, да, что нужно сделать перехват не агентский и не шлюзовой, да еще, чтобы они сами все это интегрировали. Дело в том, что в нашем продукте, в DLP-системе InfoWatch Traffic Monitor есть открытая API. Оно хорошо документировано, с примерами кода, со службой поддержкой, с полным описанием. То есть, любой вендор, который или партнер, или заказчик захочет интегрироваться с нашей системой, решает какую-то задачу, он это легко может сделать. После обновления нашего продукта, все это, то есть, API становится актуальным. Это не какие-то кастели, когда после обновления что-то может ломаться. Это API, которая обеспечит поддержку, совместимость сторонних средств на протяжении всего жизненного цикла. Ниже приведены вендоры, с которыми уже есть интеграция. Причем здесь очень интересный момент, что часть вот здесь вендоров, например, как Microsoft и Konica Minolta, интегрировались с нами по своей инициативе. Например, Konica Minolta и сама, собственно говоря, разработала эту интеграцию без нашего участия. Они интегрировали с нами свой принт-сервер корпоративный. И очень важный момент касательно вот этого кейса, который я говорил. API поддерживает импорт событий из внешней системы с учетом бизнес-контекста этой внешней системы. То есть, приходя к какой-то событию извне, оно может быть обогащено дополнительными атрибутами, на которые можно в DLP-системе навешивать политики, по ним проходит индексация, по ним можно искать и работать с этими атрибутами. То есть, DLP-система InfoWatch Traffic Minolta может учитывать бизнес-контекст сторонней системы. Все это реализовано в стандартном API. Какая рекомендация из всего этого кейса? Это, скорее всего, сейчас будет обращение не только к заказчикам, но и к партнерам, к вендорам. Следующего толка, что самостоятельно самим охватить все нюансы интеграции, все нюансы инфраструктуры невозможно. Дайте инструменты, которые позволят интегрироваться, получать эффект синергии от наших решений. То есть, используйте решения, которые могут легко интегрироваться в инфраструктуру заказчика, могут легко интегрироваться с другими средствами безопасности. И есть бонус на закуску такой, да? Тоже кейс нашего банка. Есть крупный банк с территориально распределенной структурой. У него есть, скажем так, много филиалов, десятки тысяч сотрудников, сотни тысяч, да и даже сотни тысяч маловато, миллион событий в день. И много разных установок ДЛП-систем, в данном случае трафик-монитор. Задача – облегчить централизованное расследование заказчику вот этих вот инцидентов, в том числе филиалов. Вот он сидит в голове, ему нужно понимать картину, что у него происходит в его десятках филиалов. Как у него обстоят дела без нашего решения? Как обстояли дела? Ну, либо заказчик удаленно подключался к каждой консоли и проводил индивидуально в каждом из филиалов расследование, мониторинг инцидентов, да? Либо просил на местах сформировать его отчет какой-то, ему формировали отчет, присылали, он с этим и работал там с какими-то эксельками, с какими-то выгрузками. В чем проблема опять, да, что все это очень достаточно трудоемко, надо лазить по инфраструктуре, подключаться к филиалам, постоянно просить о каких-то выгрузках. Не всегда в филиалах хватает квалификации, чтобы сделали так, как надо, как хочет центр. У некоторых филиалов слабые каналы, то есть удаленное подключение струднительно, тормозит, плохо отображается и так далее. Ну и, естественно, сквозное расследование инцидентов в рамках всего предприятия, но это просто мечта в данном случае. Нету такого места, куда посмотришь и видишь, вот тебе такой инцидент с перс-данными в этом филиале произошел и такой же, например, в другом. В данных условиях это просто невозможно. Мы решили эту задачу заказчика, внедрили ему продукт, такой продукт-спутник для нашего продукта InfoWatch Traffic Monitor, продукт InfoWatch Vision, который агрегирует в себе данные со всех филиалов, объем этих данных небольшой, это такие агрегаты, и передает их в центр. И позволяет проводить сквозные расследования по всему предприятию с учетом всех филиалов, оценивать ситуацию информационной безопасности в целом по компании. Вот здесь отображен скриншот этой системы InfoWatch Vision, его графсвязи, он на данном скриншоте отображает все коммуникации всех сотрудников компании. По сути, это BI-система для оценки ситуации B в компании. Это BI-система для сквозных расследований по всему предприятию, по всем филиалам. Ну, какой вывод здесь может напрашиваться такой, да, что используйте BI-технологии, чтобы оперативно работать с ситуацией, с вашей ситуацией B, видеть весь масштаб по филиалу и принимать решения. Знаете, такой момент, вот самое неблагодарное, что может быть, это рассказывать про Vision, потому что он очень наглядный, очень такой яркий продукт. Я бы хотел вас пригласить на стенд и посмотреть, как вот эти все графы связи перестраиваются, визуализируются, статистика и так далее. Это очень интересный продукт, и про него легко показывать и рассказывать. Буду рад вас видеть. Спасибо большое, коллеги, за внимание. У меня все.